Зареченская предприятие Однако в Заречном сенсор славится не только своими производственными успехами. Предприятие давно и прочно завоевало репутацию самого социально благополучного, а его руководитель Юрий Мизгунов слывет одним из самых щедрых предпринимателей города. И действительно трудно найти в Заречном предприятие, которое столько же делает для своих работников в социальном плане. Научно-производственное предприятие «Сенсор» в среднем тратит 11-12 миллионов в год на социальные программы, на социальную поддержку. 2,9 миллиона на создание комфортных условий на территории предприятия. Рабочий день закончен, но сотрудники «Сенсора» не спешат покидать предприятие. Интересно провести свободное время, развить свои таланты. Работникам предоставлены и такие возможности. В рабочие часы эти молодые люди – специалисты «Сенсора», а в свободное время меняют профессию и превращаются в музыкантов, играют в вокально-инструментальном ансамбле предприятия. Особое отношение в «Сенсоре» к спорту. Инициатор и вдохновитель всех начинаний в этом направлении – директор предприятия Юрий Мизгунов. Когда еще не было «Сенсора», а мы сотрудники лаборатории перспективных разработок приборов строительного завода, первое, что мы сделали, вот они сейчас, вот эти сотрудники, они и коллеги мои, и учредители в том числе, мы около дома полей на 72, это было лет 25 назад, поставили баскетбольный щит, сделали турник. А после уже будущего депутата областного совета, я смог организовать строительство трех хоккейных площадок в городе. Когда появился «Сенсор», первое, что мы сделали, это открытую спортивную площадку около магазина репки бывшего. Дальше мы помогли двум школам, это Дюршу и еще школа 200, не помню, 20-е, тоже с ограждениями для спортивных площадок, то есть открытые спортивные площадки. И уже где-то вот как раз в 2007 году это первый спортивный комплекс мы построили. Там уже начали заниматься наши футболисты, дети и взрослые. Это уже началась такая уже серьезная спортивная деятельность. Столько, сколько сегодня тратит «Сенсор» на развитие физкультуры и спорта и приобщение сотрудников к активному образу жизни, не тратит, пожалуй, больше никто в городе. Да и в масштабах страны пример больших расходов на спорт на небольшом предприятии тоже уникален. На «Сенсоре» создана собственная хоккейная команда, которая успешно выступает на городских чемпионатах. Футбольные команды предприятия тоже постоянные участники и призеры городских и областных соревнований. На предприятии проводятся целые волейбольные турниры. И, кстати, именно здесь создана единственная женская волейбольная команда города. Еще одна добрая традиция «Сенсора» – да не здоровье, на которое сотрудники приходят вместе со своими семьями. А много ли подобных небольших предприятий, даже в масштабах страны, имеют собственные физкультурно-оздоровительные комплексы? А у «Сенсора» таких комплексов два. В 2011 году они объединились в спортивный клуб «Сенсор», который с 2013 года стал спортивно-культурным клубом. Но только рамками предприятия забота о развитии спорта не ограничивается. Физкультурно-оздоровительные комплексы «Сенсора» открыты и для горожан. Регулярно в начале учебного года мы развешиваем всевозможное объявление в средствах массовой информации, где указываем контактную информацию для того, чтобы родители могли позвонить, узнать, записать своих детей. Регулярно наши спортсмены выезжают на соревнования, как городского, так областного, так и всероссийского уровня, в том числе и международные. Стараемся, чтобы всегда были только призовые места. На двух крытых теннисных кортах тренируются и взрослые, и совсем юные зареченцы. Работают секции мини-футбола, проводятся турниры среди работников предприятия, и именно в спортклубе «Сенсор» была создана первая в городе детская футбольная команда. Организована секция «Самбо». Здесь же тренируются юные Каспаровы и Капабланки, а рядом настоящий балетный класс. Здесь оттачивают свое мастерство участники одного из ведущих танцевальных коллективов города – пространные танцы. Добавим еще, что для работы в спортивно-культурных центрах «Сенсора» приглашаются лучшие тренеры. В основном стараемся, чтобы тренер был молодой, перспективный, специалист в своем деле. Например, есть Сергей Гордеев, который является мастером спорта между одного класса по «Самбо». Практически год у нас работает тренером по «Самбо», за ним тренирует маленьких детишек. Также есть кандидат в мастера спорта, мастера спорта по различным видам спорта. И немного математики. Строительство спортивных комплексов обошлось «Сенсору» в сумму порядка 50 миллионов рублей. А на содержание спортсооружений и работающих в них секций предприятие ежегодно тратит около 8 миллионов. Для зареченских жеребетишек занятия в секциях абсолютно бесплатны. У меня как-то вот рука не поднимается собирать там за детей, чтобы платили, когда они занимаются спортом. У кого-то ведь нет возможности, может быть, заплатить, может, купить даже обувь спортивную, там майки, тем более, спортивные. Как тот, ну, не то это, за что нужно с людей брать деньги. При и так немаленьких расходах на социальную сферу в «Сенсоре» не оставляют без внимания и благотворительность. Мы поддерживаем различные секции, музыкальные коллективы города, которые, например, куда-то едут, в какие-то поездки. То есть помогаем ребятам отправляться на соревнования и на различные фестивали. Лечение детей, помощь ветеранам и спортсменам, оплата поездок школьников на соревнования и предметные олимпиады. Юрий Мезгунов не отказывает никому. Благодаря поддержке Юрия Анатольевича мы укрепляем материально-техническую базу технических видов спорта. В частности, Юрий Анатольевич оказал нам помощь, поддержку при открытии трассы для радиоправляемых автомоделей. Были подарены две модели, профессиональные радиоправляемые модели для участия в соревнованиях. На этих моделях наши дети завивали достаточно много призов, и эти модели до сих пор, кстати, находятся у нас в эксплуатации. Останавливаться на достигнутом не в характере руководителя «Сенсора». В планах Юрия Анатольевича открыть детскую видеостудию. Уже сейчас расширяется шахматный клуб. А недавно предприятие приобрело заброшенную базу отдыха на берегу реки Вять. Там Юрий Мезгунов собирается открыть летний лагерь для воспитанников спортивного клуба «Сенсор». И там мы начали уже строительство спортивного комплекса, построили большой спортивный зал утепленный. Далее будет строиться открытая площадка спортивная, баскетбольная, волейбольная. И к спортивному залу, вот этому утепленному, будет пристроиться двухэтажное здание в виде гостиницы. Это будет у нас детский спортивный лагерь. И вот туда наши спортсмены будут, дети, выезжать, они будут там тренироваться, жить. С щедрость Юрия Мезгунова нередко вызывает удивление у других предпринимателей. Мне кажется, наоборот, нужно удивляться другому. Когда кто-то вообще ничего не дает детям, что-то, вот надо удивляться в этом случае. Дети-то вот они бегают, надо что-то им предоставить, надо, чтобы чем-то они занимались. Иначе куда они денутся? Во дворы и так далее. Так что же заставляет успешного предпринимателя тратить огромную долю прибыли не на собственное жизненное благо, а на благо людей. Это просто человек такой. То есть я, общаясь с ним уже не первый год, я пришла к выводу, что он этим живет. Что просто его душевное удовлетворение – это свое какое-то предназначение, которое он видит в том, что он вкладывает большую часть заработанных денег своим предприятиям в развитие именно социальной инфраструктуры. Это вопрос как-то такой сложный, он как-то все изнутри идет. Но я, в принципе, с детства люблю спорт. И тогда в детстве у нас это очень было сложно, где-то записаться в секцию, их было очень мало. И вот, может быть, осталась какая-то жадность, это секции мало, а сейчас вроде бы можно сделать своими руками гораздо больше. Как-то это от души идет. Продолжение следует...